чем традиционно луковые кольца сервируются в америке в европе во всех ресторанах фастфуд как правило он сервируется с гарлик майонез или соусом тартар но учитывая что луковые кольца все-таки жарится в фритюре это достаточно тяжелая еда поэтому я вам хочу сегодня предложить тайский кисло-сладкий соус чили соус этот соус наверняка многие из вас знают и видят в магазинах этот соус традиционно сервируется со всеми жаренными вещами в азии и со spring rolls почему я предлагаю вам этот соус дело в том что он не жирный он агрессивно сладко кислый острый там много чеснока и он прекрасно заходит с жаренными вещами с луковыми кольцами он будет идеально и так что нам нужно большой перец капи болгарский перец и перец чили это средней остроты чили традиционному в таиланде этот соус готовится на основе средней остроты чили и очень острого маленького чили перчика но мы европейцы для нас сильно острая еда это конечно не очень комфортно мы не привыкли кушать ее с детства поэтому все таки этот рецепт немножко адаптировал берем целый перец капи и режем его на кусочки зеленая часть нам не нужно выбрасываем мы с вами будем молоть это все в блендере так чтобы наш соус был фактурный красивый я оставляю семечки нарезаем меленько грамм 50 воды не нужно молоть его прям в пасту должна остаться фактура перца перец в сотейник он мне еще холодный головка чеснока в среднем 12 зубцов произвольно порезали также будем молоть перец чили вместе зернышками грамм 20-30 воды водичку вы понимаете для чего я добавляю потому что у нас все-таки нету влаги наш блендер его хорошо не разобьет поэтому я добавляю водичку для того чтобы смазать процесс это наш основной ингредиент какая красотища сюда добавляем стакан 200 грамм белого сахара 200 грамм уксус для этого соуса я предлагаю использовать вкусный уксус азиаты используют рисовый уксус но я предлагаю вам использовать или яблочный или виноградный добавляем полную чайную ложку соли все смешали включаем плиту доводим до кипения наш будущий соус закипел я сразу снизил температуру планирую его варить буквально 35 минут не дольше сейчас будет достаточно сильный запах уксуса поэтому рекомендую открыть окна не забывайте его постоянно помешивать как только вы отвлечетесь он сразу у вас убежит у меня прошло пять минут я буду заканчивать соус нам понадобится с вами кукурузный крахмал полная столовая ложка ну и грамм 50-70 воды и эту смесь вливаем наш соус постоянно помешивая немножко еще поварим вот видите такие пузырьки это говорит о том что он хорошо загустел все он готов выключаем и охлаждаем друзья наш соус готов посмотрите у меня прошло минут 40 он остыл аромат невероятный этот соус вы можете готовить заранее не нужно готовить его день в день когда вы планируете делать луковые колечки сделали соус допустим сегодня залили чистые бутылочки из-под кетчупа и все наслаждайтесь хранить этот соус нужно в прохладном месте в темном так чтобы не было прямых солнечных лучей желательно в холодильнике если вы будете его хранить в холодильнике то не менее полугода если просто при комнатной температуре но в темном месте три месяца ну потом сделайте свеженький свеженький всегда вкуснее соусом мы с вами разобрались убираю его в сторонку начнем работать с луковыми колечками так морковочка мордик красота как вот этот соус ребята вот для вот этих вещей вот для этого блюда идеально и и и и